В первой тройке участники из Москвы, Рязани и Воркуты. Ольга Рыжова сразу привлекла внимание легендарного телеведущего. Русский народный костюм, кокошник и северный колорит всколыхнули воспоминания молодости. Я бывал в Воркуте. Я не видел, чтобы там кто-нибудь так одевался. Все меняется. Вы же давно работали проводником? С тех пор очень долго изменилось. Я работал проводником 47 лет тому назад. Вот видите. После первого курса. Да-да-да, Москва-Воркута. В этом году нашему городу исполняется 75 лет. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех воркутинцев, пожелать всем здоровья, счастья, удачи во всем. Кукла оленевод с секретом, рыбные и деликатесы из оленины и даже огромный кусок воркутинского угля с надписью «Москва-Воркута». Подарок северян стал самым оригинальным в череде других. А бубен шамана тут же подхватил Якубович. Коллектив «Родные просторы» радует воркутинцев русскими народными песнями почти 20 лет. Участвуют в республиканских конкурсах, где и были замечены федеральным экспертом. Выступить в Москве, да еще и в эфире Первого канала. Об этом артисты, как сами признались, даже не мечтали. Приглашения получили за три недели до съемок. Сомнений не было. Ехать. Городской центр национальных культур и местный предприниматель помогли финансово. А вот на съемочной площадке, по словам воркутинок, поддерживал сам Леонид Якубович. Что вы на меня смотрите? Вы же знаете, что буквы там нет, никогда не было. Я так нервничаю, я уже все забыла. Зачем же вы, милый мой дружочек, что же вы нервничаете? Здесь нервничать нельзя. Ольге Рыжовой выпал в сектор приз, но северянка отказалась от подарков в пользу игры. Дать правильный ответ не помешало даже сильное волнение. Вот я 27 лет стою около этого барабана, не могу отойти. Значит, я куды попал, и я уже отсюда не отойду. 350 очков. Я прикован к этому барабану. Мягкий знак. Мягкий знак. Откройте. Ну, какие они? Хабаль. Как? Хабаль. Конечно! И перед нами первый финалист. Капитал шоу Политедес. Незабываемой стала и прогулка по Москве. В дни Мундиаля улицы заполонили болельщики из разных стран. На память о России иностранные туристы увезли фото с северянками в кокошниках.